Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке. Рой Либкам, HTTP Рой Либкам, все книги автора. HTTPS Рой Либкам Освер Млечен Леонид HTML. Эта же книга в других форматах. HTTPS Рой Либкам Бук Млечен Леонид Зачем Сталин создал Израиль HTML. Приятного чтения. Леонид Млечен Зачем Сталин создал Израиль от автора. Все, кто по моей просьбе читал рукопись этой книги и кому я обязан ценными замечаниями, советовали придумать иное название. Ведь это же не совсем точно. Не Сталин создал Израиль. Такова была воля большинства государств, входивших в организацию объединенных наций. Но я уверен, если бы не Сталин, еврейское государство в Палестине вряд ли бы появилось. А его решение определило не только судьбу современного Ближнего Востока, но и повлияло на политическую историю Советского Союза и Соединенных Штатов. Доказательством этой точки зрения служат сотни рассекреченных документов из архива внешней политики России. Они собраны в два двухтомных сборника. 1. Советско-израильские отношения. 1. 1941-1953. Подготовлен Министерством иностранных дел России. 2. Ближневосточный конфликт. 1. 1947-1956. Международным фондом демократии. Теперь появилась возможность сопоставить МИДовские справки, шифротелеграммы послов, записи бесед министров иностранных дел, докладные записки в ЦКС мемуарами политиков и дипломатов, со свидетельствами очевидцев и участников тех драматических событий. И можно наконец ответить на главный вопрос. Зачем Сталину понадобился Израиль? Какие планы он строил относительно Ближнего Востока? Почему потом советская линия на Ближнем Востоке так радикально изменилась и что все это принесло нашей стране? Эта книга не об Израиле, это книга о политике Москвы на Ближнем Востоке. Часть первой асианисты становятся друзьями Москвы. Каким образом Иван Михайлович Майский все еще оставался послом в Англии, было загадкой. И прежде всего для резидента наркомата госбезопасности, который имел возможность познакомиться с анкетой посла. Резидент, в чьи обязанности входило присматривать за дипломатами, должно быть, не раз задавался вопросом. Почему товарищ Сталин терпит этого Майского на столь ответственном посту? В профессиональных качествах посла сомнений не возникало, прекрасно знает Англию, говорит на нескольких иностранных языках, широко образован, знаком со всеми, кто определяет британскую политику. Но анкета, его политическое прошлое, мало того, что Иван Майский был некогда меньшевиком, хотя и этого достаточно, чтобы пойти по 58-й политической статье Уголовного кодекса примехонько на Колыму. Но и это не главное, в гражданскую войну он просто был на стороне врагов советской власти. Настоящая фамилия Майского – Лиховецкий. В 902 году его исключили из Санкт-Петербургского университета за участие в социал-демократических кружках и выслали в Сибирь. Он присоединился к меньшевикам, участвовал в Первой русской революции. В 906 году его вновь арестовали и вновь выслали в Сибирь. В 908 он уехал за границу. Время на чужбине Иван Михайлович провел с пользой. В 12-м году окончил экономический факультет Мюнхенского университета. Потом перебрался в Лондон. Здесь он познакомился с Максимом Максимовичем Литвиновым, будущим наркомом иностранных дел. В Лондоне Литвинов ведал финансовыми делами партии. Он стал ее кассиром, причем очень скупым. Потом он занялся куда более увлекательным, зато и более опасным делом – транспортировкой оружия в Россию. Хорошее отношение Литвинова спасло майскому жизнь. После революции Иван Михайлович остался с меньшевиками, был избран в состав ЦК. Он принял участие в последней попытке сохранить на территории России демократическое устройство. Некоторое количество членов разогнанного большевиками учредительного собрания перебралось в Самару. В начале их было всего пять человек, в основном депутаты от Самарской губернии, но они прилагали все усилия, чтобы собрать в городе всех депутатов учредительного собрания и возобновить работу единственного законно избранного органа власти. Им удалось доставить в Самару около ста депутатов. Они исходили из того, что правление большевиков приведет либо к восстановлению монархии, либо к немецкой оккупации всей России, и решили установить настоящее демократическое, республиканское правление. Они образовали комитет членов учредительного собрания, который вошел в историю как самарский камуч. В августе 1918 года в Самару приехал майский. Витрины магазинов были полны всевозможными товарами, являя резкий контраст с товарной пустотой, зиявшей в то время в московских магазинах. Вся картина города носила хорошо знакомый, привычный, старый характер, еще не нарушенный горячим дыханием социалистической революции. И это невольно ласкало наш глаз, глаз противников советского режима. Высшего пункта наше настроение достигло, когда мы пришли на рынок. Эти горы белого хлеба, свободно продававшегося в ларях и на телегах, это изобилие мяса, битой птицы, овощей, масла, сала и всяких иных продовольственных прелестей нас совершенно ошеломило. После Москвы самарский рынок казался какой-то сказкой из тысячи и одной ночи. Причем цены на продукты были сравнительно умерены. Иван Михайлович стал управляющим ведомством труда, фактически министром, в Самарском комитете членов учредительного собрания. Самое удивительное, что майскому это сошло с рук. В 21-м году он, оценив реальность, присоединился к большевикам. В 22-м заместитель наркома Литвинов поставил его заведовать отделом печати наркомин дела. В мае 25-го года Литвинов отправил майского в Лондон советником полномочного представительства по делам печати. Летом 27-го Англия разорвала отношения с Советским Союзом, дипломатам пришлось вернуться домой. Майский два года был советником в полпредстве в Японии, еще три года – полпредом в Финляндии. В октябре 32-го года он вновь прибыл в Лондон уже в роли полпреда и оставался на этом посту больше 10 лет. В 41-м году Сталин сделал его кандидатом в члены ЦК партии. Все эти годы майского именовали полпредом, эта должность дипломатического представителя РСФСР была установлена декретом Совнаркома 4 июня 1918 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1941 года был введен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Теперь к майскому обращались так же, как и ко всем другим послам, аккредитованным в Лондоне. Майские вейцманы вот, к Ивану Михайловичу майскому 3 февраля 1941 года пришел необычный гость – Хайм Вейцман. Вообще говоря, он был ученым-химиком с мировым именем, но к советскому послу он обратился в ином качестве. В 20-м году Вейцмана избрали главой Всемирной сионистской организации. Вейцман появился на свет в небольшом городке на границе Белоруссии, Литвы и Польше, как подданной Российской империи. Он не забыл русский язык. Советским дипломатам он с удовольствием рассказывал, как во время генуэзской конференции весной 22-го года его приняли за Ленина. На днях, писал Майский в Москву, у меня был неожиданный гость. Известный лидер сионизма – доктор Вейцман. Вейцман – высокий, немолодой, элегантно одетый джентльмен с бледно-желтым отливом кожи и большой лысиной. Прекрасно говорит по-русски, хотя выехал из России 45 лет назад. Пришел Вейцман по такому делу. В Палестине сейчас некуда вывозить свои апельсины, не возьмет ли их из СССР в обмен на меха? Меха можно было бы хорошо сбывать через еврейские фирмы в Америке. Я ответил Вейцману, что сходу ничего не могу сказать определенного, но обещал навести справки. В порядке предварительном, однако, заметил, что палестинским евреям не следует обольщаться особыми надеждами. Фрукты мы, как общее правило, из-за границы не ввозим. Так оно и оказалось. Москва отнеслась к предложению Вейцмана отрицательно, о чем я его сегодня уведомил письмом. Однако, в связи с разговором об апельсинах Вейцман коснулся вообще палестинских дел. Больше того, он повел речь о положении и перспективах мирового еврейства. Настроен Вейцман крайне пессимистически. Всего, по его расчетам, сейчас имеется на свете евреев около 17 миллионов. Из них 10-11 миллионов находятся в сравнительно сносных условиях, по крайней мере, им не угрожает физическое истребление. Это евреи, проживающие в США, Британской империи и СССР. О чем я не могу думать без ужаса, так это судьба тех 6-7 миллионов евреев, которые живут в центральной и юго-восточной Европе. В Германии, Австрии, Чехословакии, на Балканах и особенно в Польше. Что с ними будет? Куда они пойдут? Вейцман глубоко вздохнул и прибавил. Если войну выиграет Германия, все они просто погибнут. Впрочем, я не верю в победу Германии. Но если войну даже выиграет Англия, что тогда? И тут Вейцман стал излагать свои опасения. Англичане не любят евреев, особенно их не любят английские колониальные администраторы. Это особенно заметно в Палестине, где живут и евреи, и арабы. Британские высокие комиссары безусловно предпочитают арабов евреям. Английский колониальный администратор обычно проходит школу в таких британских владениях, как Нигерия, Судан, Родезия. Все просто, несложно, спокойно. Никаких серьезных проблем и никаких претензий со стороны управляемых. Это нравится английскому администратору, и он к этому привыкает. А в Палестине? Здесь, оживляясь, продолжал Вейцман, на такой программе далеко не уедешь. Здесь есть большие и сложные проблемы. Правда, палестинские арабы являются привычными для администратора подопытными кроликами, но зато евреи его приводят в отчаяние. Они всем недовольны, они ставят вопросы, они требуют ответов, под часть нелегких ответов. Администратор начинает сердиться. Это окончательно настраивает администратора против евреев, и он начинает хвалить арабов. То ли дело с ними. Ничего не хотят и ничем не беспокоят. Майский отправил в Москву подробный эмоциональный, нехарактерный для дипломата, отчет о беседе. Неудивительно, что у советского посла остались наилучшие воспоминания о визите Вейцмана. Президент Всемирной сионистской организации производил сильнейшее впечатление на своих собеседников. В определенной степени еврейское государство появилось на свет благодаря прирожденному умению Вейцмана убеждать. Принято считать, что Израиль был создан западными державами после Второй мировой войны. В какой-то степени это можно считать компенсацией за убийство нацистами шести миллионов евреев. Кроме того, многие западные политики, набожные христиане, руководствовались романтически-религиозными представлениями, описанное в Библии возвращение евреев в Палестину должно совершиться. Нельзя сбрасывать со счетов и внутриполитические соображения, избирателей евреев в Соединенных Штатах было достаточно много, чтобы повлиять на исход президентских выборов. Во время войны об уничтожении евреев практически не писали. А рассказы о концлагерях воспринимались как слишком большое преувеличение. Такого не может быть. Когда в 30-е годы бежавшие из нацистской Германии люди пытались объяснить происходящее там американским бизнесменам, те не понимали, чего от них хотят. В Германии все неплохо. Улицы чистые, на улицах спокойно, закон и порядок. Никаких забастовок, никаких профсоюзов, от которых одни неприятности. Никаких агитаторов. В 43-м году, в разгар войны, беженец из Германии попал к члену Верховного Суда Соединенных Штатов Феликсу Франкфуртеру. Он хотел рассказать видному американцу о концлагерях, об уничтожении евреев. Выслушав его, Франкфуртер, сам еврей, скептически покачал головой. Я вижу, что вы считаете все это правдой. Но я просто не могу в это поверить. Конечно, западный мир ужаснулся в 45-м, когда стали известны масштабы гитлеровских преступлений. Многие европейцы и американцы искренне симпатизировали и сочувствовали евреям, которые после разгрома нацистской Германии не знали, куда им деваться. Европейские евреи, немецкие, польские, румынские, не могли и не хотели возвращаться туда, откуда их изгнали, и жить среди тех, кто убивал их родных и близких, кто отправлял их в концлагеря и грабил их дома, кто радовался их несчастью. Но создание еврейского государства зависело не от настроений либеральной общественности. Судьбу Палестина и палестинских евреев решили не американские и британские политики, абсолютное большинство которых было против появления Израиля. Еврейское государство не появилось бы, если бы не Сталин. Декларация Больфура, пожалуй, вся эта история началась с того, что 5 декабря 1916 года премьер-министром Великобритании стал Дэвид Ллойд Джордж, решительный человек с репутацией борца за справедливость, а министром иностранных дел, потомственный дипломат лорд Артур Джеймс Больфур. Больфур был философом по натуре, спортсменом, обожавшим теннис и гольф, человеком очень жестким. От своего отца он унаследовал состояние, которое сделало его одним из самых богатых людей в стране. От матери, происходившей из знаменитого аристократического рода, традиции услужения империи. Женщина, в которую он был влюблен, умерла от тифа. Он никогда не женился, хозяйство вела его сестра, посвятившая жизнь брату. Свою политическую карьеру Больфур начинал в роли секретаря при своем дяде лорде Салсбери, который в конце 19 века тоже был министром иностранных дел. Своего рода семейная профессия. В начале 20 века Больфур сменил дядю на посту лидера консервативной партии и три года был премьер-министром. Во время Первой мировой он согласился войти в коалиционное правительство Ллойд Джорджа сначала в роли первого лорда адмиралтейства, военно-морского министра, затем министра иностранных дел. Семейные амбиции были чужды Больфуру, он вполне удовлетворялся ролью второго человека, поэтому они хорошо ладили с Ллойд Джорджем. В 16-м году Антанта уже брала верх над центральными державами. Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария терпели поражение. Британские войска под командованием лорда Эдмунда Алленби громили турок, под властью которых находилась Палестина и вообще значительная часть Ближнего Востока. В войсках Алленби сражались солдаты еврейского легиона, добровольцы евреи, съехавшиеся из разных стран. Британские власти разрешили сформировать из евреев четыре батальона королевских стрелков – 38 и краткое, 39 и краткое, 40 и краткое и 41 и краткое. 31 октября 1917 года на заседании британского кабинета министров обсуждалось будущее Палестины. Уже было решено, что Аттаманская империя лишится всех своих завоеваний. Судьбу находившихся под ее управлением народов и территорий решали победители. Правительство Его Величества постановило, что после войны Палестина станет британским протекторатом и еврейский народ получит там право начать новую историческую жизнь. Министру иностранных дел лорду Бальфуру поручили уведомить об этом решение британских сионистов, евреев, считавших, что они должны вернуться в Палестину, откуда их когда-то изгнали. Знаменитая декларация Бальфура от 2 ноября 1917 года – это письмо министра иностранных дел Великобритании Артура Джеймса Бальфура, адресованное лорду Уолтеру Ротшильду, президенту Сионистской Федерации Великобритании. В письме Бальфура, одобренном после долгого и бурного обсуждения британским правительством, говорилось «Я очень рад уведомить вас о полном одобрении правительством Его Величества целей еврейского сионистского движения, представленных на рассмотрение Кабинета Министров. Правительство Его Величества относится благосклонно к созданию в Палестине национального очага для еврейского народа и сделает все от него зависящие, чтобы облегчить достижение этой цели». Самая известная британская газета «Таймс» вышла под шапкой Палестина для евреев. Правительство поддерживает. Сообщение о декларации Бальфура британские газеты поместили 8 ноября, одновременно с корреспонденциями из России, в которых речь шла о большевистском перевороте. Формула «Национальный очаг» была подобрана с дипломатической осторожностью. Что же это такое? Обещание помощи евреям создать собственные государства или всего лишь намерение обеспечить им некую автономию в Палестине? Толковать формулу «Национальный очаг» можно было по-разному, в зависимости от собственного желания и настроения. А настроения британского правительства менялись в зависимости от политической ситуации. В 19-м году британский парламентарий Нивил Чемберлин, будущий премьер-министр, полностью поддерживал устремления сионистов. Он говорил с пафосом. «Великая ответственность ляжет на сионистов, которые вскоре с радостью в сердце отправятся на свою древнюю родину. Они должны будут создать новую цивилизацию в древней Палестине, заброшенной и столь плохо управляемой». Для Ллойд Джорджа, глубоко религиозного человека, возвращение евреев в Палестину было исполнением воли Бога, поскольку премьер-министр весьма почитал Библию. «Я знаю историю евреев лучше, чем историю моего народа», — говорил Ллойд Джордж. «Я могу перечислить всех царей израильских, но я едва ли вспомню дюжину английских королей». Он обещал, что сделает все, чтобы Палестина стала государством евреев. «Именно малые народы избраны для великих дел», — говорил Ллойд Джордж. «Премьер-министр пережил страшную трагедию, погибла его любимая дочь». Это еще больше настроило Ллойд Джорджа на религиозный лад. Для лорда Больфура Библия тоже была живой реальностью. Он был захвачен идеей возвращения евреев на родину, — говорил, что христианский мир в неоплатном долгу перед еврейским народом, изгнанным из Палестины. Британские политики, верующие христиане, считали несправедливым, что библейский народ лишен родины. Они хотели восстановить справедливость. Евреи должны иметь свое государство. Накануне Первой мировой войны лорд Больфур долго беседовал с Хаймом Вейцманом, предлагая ему создать еврейское государство в Африке, на территории нынешней Уганды. Там были незаселенные территории, и британские власти рады были бы появлению там трудолюбивых еврейских поселенцев. К Вейцману в британском правительстве относились с уважением и благодарностью за его научные труды, имевшие большое значение для военной промышленности. Ллойд Джордж повторял, что Англия в долгу перед Вейцманом. А если бы я предложил британцам устроить столицу в Париже вместо Лондона, вопросом на вопрос ответил Вейцман, вы бы согласились? Но у нас уже есть Лондон, с высоты своего положения ответил лорд Больфур. Это так, согласился Вейцман. Но у нас был Иерусалим, когда Лондон был еще болотом. И две тысячи лет, находясь в изгнании, евреи повторяли с неумирающей надеждой. В будущем году, в Иерусалиме, Больфур задумался над словами Вейцмана, потом поинтересовался. Многие ли евреи думают так же, как вы? Я верю, убежденно ответил Вейцман, что выражаю мнение миллионов евреев, которых вы никогда не увидите и которые не имеют возможности самостоятельно говорить за себя. Недаром говорили, что Вейцман обладает удивительным даром убеждения. После этой беседы лорд Больфур превратился в сторонника идеи еврейского государства в Палестине. Иногда утверждают, что англичане и палестинские евреи не имели права делить чужую землю и отнимать Палестину у арабов, что Израиль – чужеродное тело в сердце арабского мира. В реальности Палестина принадлежала тогда Оттаманской империи. Державы-победительницы считали, что итогом Первой мировой войны должно стать предоставление независимости народам, томившимся под чужим игом. Это произошло и в Европе, и на Ближнем Востоке. Оттаманская империя распалась, и, благодаря этому, появились такие арабские страны, как Ирак, Сирия, Ливан. Например, Ирак англичане создали из трех провинций бывшей Оттаманской империи. Причем турки властвовали над территорией современного Ирака больше трехсот лет, но никто не сомневался, что иракцы имеют право на свое государство. Ни сирийцы, ни иракцы, ни ливанцы не возражали против того, что европейские державы таким образом распорядились их судьбами. Другое дело, что победители делили обширное наследство Оттаманской империи в соответствии с некими историческими реалиями. Границы проводились весьма примерно, что породило в дальнейшем серьезные конфликты между соседями. Решения, принимавшиеся державами-победительницами, конечно же не были идеальными, поэтому, скажем, сирийцы получили свое государство, а курды, более многочисленный народ, чем палестинские арабы, нет. В рамках глобального переустройства всего региона восстановление еврейского государства в Палестине воспринималось как естественное дело. Изгнанные из Палестина евреи упрямо стремились вернуться. Еврейские общины всегда существовали на палестинской земле. В Иерусалиме евреи жили на протяжении всех столетий с одним перерывом, когда город захватили крестоносцы. За сто лет до появления Израиля, в 1844 году, в Иерусалиме жили 7 тысяч евреев, 3 тысячи христиан и 5 тысяч мусульман. К концу 19 века Иерусалим населяли 28 тысяч евреев и 17 тысяч мусульман и христиан. В момент провозглашения Израиля в Иерусалиме жили 100 тысяч евреев, 40 тысяч мусульман и 25 тысяч христиан. Разумеется, британскими министрами руководил и политический расчет. Они надеялись, что еврейское государство станет надежным союзником на Ближнем Востоке. Задача состояла в том, чтобы обеспечить надежность морских путей в Индию, которая тогда принадлежала Англии. Для этого необходим был прямой контроль над Египтом и Палестиной. Ллойд Джордж высказывался тогда очень откровенно. Палестинские арабы, которые могли быть во многом полезными, во время войны оказались жалкими трусами. Они сражались вместе с турками против нас. Франция и Италия поддержали идею самостоятельного еврейского государства и присоединились к декларации британского правительства в 1918 году. Американский президент Вудро Вильсон в 1919 году предложил передать Соединенным Штатам мандат на Палестину. Он приехал в Париж на конференцию, которая должна была определить условия подписания мирного договора с Германией, Австро-Венгрией и Турцией, потерпевшими поражение в войне. Вильсон стал первым американским президентом, отправившимся за границу, за что многие сограждане его осудили. Они считали, что глава исполнительной власти должен заниматься делами собственной страны. Президент Вильсон, идеалист и глубоко верующий человек, вообще был принципиальным сторонником восстановления этнической справедливости и самоопределения наций. Он настоял на том, чтобы после Первой мировой многие народы Европы получили возможность создать себе собственное государство. Так появились и сохранились на политической карте мира Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия, Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, Югославия. Американский президент не сомневался, что еврейский народ тоже заслужил право на восстановление собственного государства. 3 марта 2019 года Вудро Вильсон заявил, что союзные нации, при полнейшем совпадении с мнением нашего правительства и народа, согласились о том, что в Палестине будут заложены основы еврейского содружества. К сожалению, Вудро Вильсон был очень больным человеком. В октябре 2019 его разбил удар, и всю левую сторону тела парализовало. Он не успел добиться многого из того, что считал правильным по моральным соображениям. Болезнь сразила его в пик политической карьеры. На Парижской мирной конференции Вильсон предстал перед человечеством в роли главного миротворца, к которому все прислушиваются. Он не хотел признавать, что он болен, отказывался ехать в больницу. Охрана Вильсона и его вторая жена Эдит делали вид, что с президентом все в порядке. Американцы не подозревали, что президент умирает. Доступ к нему имели только его жена, секретарь и врач. Ни вице-президент, ни кабинет министров, ни Конгресс не могли узнать, каково здоровье Вильсона. Когда государственный секретарь Роберт Лансинг потребовал созвать кабинет, Вильсон пришел в бешенство и потребовал отставки Лансинга. В апреле 2020 года на международной конференции в Сан-Рима вырабатывались условия мирного договора с Турцией и решалась судьба Ближнего и Среднего Востока. На право управления регионом в равной степени претендовали Англия и Франция. Британский премьер Ллойд Джордж взял верх над французским премьер-министром и министром иностранных дел Александром Мильяраном, который согласился с тем, что Палестина и Ирак будут управляться из Лондона. В том же году бывший социалист Мильяран был избран президентом Франции. 25 апреля в Сан-Рима Верховный Союзный Совет предоставил Великобритании мандат на Палестину, в первую очередь с целью притворения в жизнь Декларации Больфура. Эти положения были включены в мирный договор с Турцией, подписанный 10 мая в Севре, рядом с Парижем. Некоторые положения Северского договора были позднее отменены, но только в части, касавшейся территории собственно Турции. С этого момента обещание создать национальный очаг для еврейского народа стало международно признанной обязанностью Англии. В результате длительной процедуры 2 июня 1922 года 51 страна, входившая в Лигу наций, предшественницу Ан, утвердила этот мандат. 30 июня Конгресс Соединенных Штатов Америки, не вступивших в Лигу наций, принял резолюцию, в которой говорилось. Соединенные Штаты благожелательно относятся к установлению в Палестине национального очага для еврейского народа. Под мандатную территорию нельзя приравнивать к колонии. Права Великобритании по управлению Палестиной были ограничены, в том числе и во времени. Получение мандата возлагало серьезную ответственность на страну, взявшуюся управлять той или иной территорией. В международном мандате на управление Палестиной отмечалась историческая связь еврейского народа с Палестиной. Британским властям предписывалось создать такие политические, административные и экономические условия, которые наилучшим образом обеспечат создание еврейского национального очага. Имелось в виду, что евреи, которые захотят этого, смогут приехать в Палестину и начать там новую жизнь. Британская администрация, в соответствии с мандатом, должна была обесценить наиболее благоприятные условия для еврейской иммиграции. Будущий премьер-министр Уинстон Черчилль подчеркнул, выступая в Палате общин в 1939 году, что обещание это относилось и к евреям вне Палестины, к той широкой массе несчастных, разбросанных, преследуемых, неприкаянных евреев, чьим неизменным, непобедимым чаянием является устройство национального очага. Иначе говоря, после Первой мировой войны не только абсолютное большинство европейских стран и Соединенные Штаты, но и Лига наций безоговорочно поддержали идею возрождения еврейской государственности в Палестине. Хотя уже тогда английские политики заложили основы будущего территориального конфликта. Голомские высоты были переданы Сирии, находившейся под французским управлением, а территории к востоку от реки Иордан, Трансиордании, там евреям было запрещено селиться. Первым британским верховным комиссаром Палестины был назначен сэр Герберт Сэмюэл, бывший депутат палаты общины и главный почтмейстер, сейчас бы его назвали министром связи. Он приступил к исполнению обязанностей 1 июля 2020 года. При назначении учитывалось еврейское происхождение Сэмюэля, британское правительство подчеркивало свое желание исполнить обещанное в декларации Больфура и помощь евреям. Когда после Первой мировой в Палестину пришли англичане, евреи встретили их как освободителей. Закончилось османское владычество, продолжавшееся 400 лет. Но большинство английских офицеров предпочитали иметь дело с арабами и не понимали, чего от них хотят евреи. Очень скоро политика Англии в Палестине изменилась. Евреев там было мало, арабов много. Англия предпочла сделать ставку на арабов. Герберта Сэмюэля сменил фельдмаршал Лорд Плюмер. Вернувшийся в Лондон Сэмюэл возглавил фракцию партии либералов в Палате общин, а после того, как его за заслуги перед Родиной произвели в Виконты, перешел в Палату лордов. Он умер, немного не дожив до 93 лет. Мнения Дзержинского в Советской России равнодушно наблюдали за событиями в далекой Палестине. Активные сионисты покинули Россию до революции или вскоре после нее. Сионистские настроения были широко распространены среди российского еврейства, подробнее Сэм, книгу известного историка Геннадия Васильевича Костарченко «Тайная политика Сталина». Если бы не раздел Польши, евреев в России вовсе бы не было. Но прихватив немалую часть польского королевства, императрица Екатерина II обрела и еврейских подданных. Им было обещано равенство в правах, но они его так и не увидели. Евреи, в силу давних религиозных предрассудков, воспринимались как нежелательный элемент. Ведь только в 20 веке Второй Ватиканский Собор убрал из церковных текстов упоминания о вине еврейского народа за распятие Иисуса Христа. 28 октября 1965 года католическая церковь приняла декларацию, осуждающую все проявления антисемитизма и подчеркивающую, что ни древние, ни современные евреи не несут ответственности за смерть Христа. И только в 1987 году Папа Римский Иоанн Павел II впервые посетил римскую синагогу и, беседуя с главным раввином Рима, назвал иудеев старшими братьями христиан. Долгое время евреи жили в своих местечках в Российской империи совершенно обособленно. Российскую власть это тоже не устраивало. Правительственный указ от 845 года предписал евреям отказаться от традиционной одежды и одеваться, как все. Обучение русскому языку уменьшило изоляцию еврейских местечек. Разрушение традиционной еврейской общины вело к вовлечению евреев в общую жизнь России. Они стали учить русский язык и получать образование. Но устроить свою жизнь евреям было трудно, государственная служба была для них закрыта, военная карьера невозможна. Земледелие исключено, им не разрешали покупать землю. Работать в промышленности было нельзя, поскольку запрещалось селиться в крупных городах, где были заводы. Оставались медицина, наука, культура, но не может же целый народ этим заниматься. Основная масса евреев существовала в беспросветной нищете, перебивалась ремесленничеством, кустарничеством, мелкой торговлей. Отсюда и пошло представление о евреях, как о торгашах, которые ни к чему другому не пригодны. Образованная еврейская молодежь, видя, что русский крестьянин находится в столь же безысходной нужде, из лучших побуждений стало присоединяться к народническому движению, заниматься просветительской деятельностью. Если до этого евреев упрекали в том, что они живут замкнуто, не хотят интересоваться делами всей страны, то тут уже посыпались обвинения в излишней политической активности. Еврейские национальные организации возражали против участия евреев в революционном движении. Они считали, что Россия все равно будет относиться к евреям, как к чужим. К началу Первой мировой войны из России бежало больше полутора миллионов евреев. В основном они обосновались в Соединенных Штатах, немало содействуя процветанию Америки. Сионистские организации хотели, чтобы еврейская молодежь готовилась к переезду в Палестину и не участвовала в революции и вообще не влезала в российские дела. У нас часто говорят о сионистах, видимо, плохо представляя себе значение этого термина. Сионисты – люди, считающие, что все евреи должны вернуться на историческую родину, а не стараться ассимилироваться в странах, куда их привело изгнание. До момента возвращения в Палестину они должны избегать всякого участия в политической жизни страны, их приютившей. Но многие молодые евреи, рассматривая Россию как свою страну, полагали, что не имеют права оставаться в стороне, когда решается судьба Родины. Так появилось целое поколение революционеров, борцов за общее дело, для которых еврейское происхождение не имело никакого значения. Они не делили людей по национальному или религиозному признаку. Еврейскую массу, как и всю Россию, разбирали внутренние противоречия. Никакого единства в еврейской среде не было. Одни поддержали Октябрьскую революцию, другие бежали из страны, третьи ждали, когда, наконец, закончится эта смута. Во время гражданской войны евреи пережили страшную трагедию, в погромах гибли десятки тысяч людей. 300 тысяч еврейских детей остались сиротами. Это происходило в основном на Украине, где долгое время не было крепкой власти, и где хозяйничали такие атаманы, как Нестор Махной и Николай Григорьев. Антисемитизм процветал на территориях, которые занимала Белая армия. Да и многие части Красной армии мало чем отличались от махновцев. Но справедливо было бы сказать, что еврейские погромы были составной частью общероссийского погрома, гражданской войны, жертвами которой стал почти миллион человек. Основная масса евреев, которые после Октябрьской революции еще оставались в местечках, только проиграла от того, что власть перешла к большевикам. Вся их жизнь разрушилась. Они жили ремеслом и торговлей, которые теперь были запрещены. Их лишали избирательных и других прав. Вместе с православными храмами закрывались и синагоги. Еврейских религиозных деятелей сажали. Иудаизм жестоко преследовался. Спасаясь от голода, в поисках работы еврейская молодежь хлынула в города. Появление большого количества евреев на заметных должностях после Октябрьской революции, особенно в партийном аппарате , объяснялось тем, что большевиков вообще было мало. Должностей оказалось больше, чем кандидатов. Евреи-большевики были абсолютно преданы революции, надежны и лояльны к новой власти. Они были ярыми сторонниками крепкого централизованного государства. Эта новая власть особенно ценила, когда страна распадалась на куски. Многие годы полагают, что евреи-чекисты или евреи-комиссары вели себя особенно жестоко, и их жестокость объясняется просто. Они не жалели ни России, ни русских. В реальности евреи-большевики порвали всякие связи с еврейской средой, которая боялась революции. Они перестали говорить по-еврейски и вообще воспринимали себя как русские. Хотя член политбюро Лев Давидович Троцкий на плену МИЦК в октябре 23-го года очень откровенно говорил, почему он отказывался от некоторых крупных должностей. «Мой личный момент, мое еврейское происхождение». Владимир Ильич говорил 25 октября 2017 года, лежа на полу в Смойном. «Мы вас сделаем наркомом по внутренним делам, вы будете давить буржуазию и дворянство». Я возражал, и моя оппозиция была решительной. «Ленин презирал антисемитов, поэтому он вспалил, у нас великая международная революция, какое значение могут иметь такие пустяки?» «Революция-то великая», ответил Троцкий, «но и дураков осталось еще немало. Да разве ж мы по дуракам равняемся? Равняться не равняемся, а маленькую скидку на глупости иной раз приходится делать. К чему нам на первых же порах лишнее осложнение. Назначению на пост наркома по военным делам Троцкий тоже сопротивлялся. «И что же, — говорил он, — я был прав. Это сильно мешало. В моей личной жизни это не играло роли. Как политический момент это очень серьезно. Владимир Ильич считал это пунктиком. Владимир Ильич предлагал мне быть его замом в Совнаркоме. Я отказывался из тех же соображений. Как и другие революционеры, люди типа Троцкого считали себя выше национальности и ставили перед собой задачи всемирного характера. Выбирая себе друзей и врагов, они отнюдь не руководствовались этническими принципами. А что касается безумной, ничем не оправданной жестокости, то в гражданской войне по этой части отличились решительно все. Сталин еще в 13-м году сформулировал ленинскую позицию по национальному вопросу. Он дал определение нации — исторически сложившаяся общность, живущая на одной территории. Евреи при такой точке зрения нацией не являлись. Как минимум, у них не было своей территории. Общей у них оставалась только религия. Большевики считали, что решение еврейского вопроса — это ассимиляция. В России все евреи станут русскими, и проблема исчезнет. В начале 18-го года в составе наркомата по делам национальностей наркомом был Сталин, образовали комиссариат по еврейским национальным делам. Его возглавил член коллегии наркомата Семен Шимон, Маркович Диман Штейн, принципиальный противник сионизма, большевик с дореволюционным стажем, был приговорен рижским военным судом к четырем годам каторги. Он перевел программу партии на идиш и еврит. С июля 18-го года в российских городах, где было много евреев, в местных организациях РКПП, создавались еврейские секции. В октябре появилось Центральное бюро еврейских коммунистических секций при ЦК партии, им руководил тот же Диман Штейн. Евсекции, подчинявшиеся под отделу национальности и отдела агитации и пропаганды ЦК, просуществовали десять с лишним лет и были ликвидированы в январе 30-го года. Что касается сионизма и положения в Палестине, то в Москве этим не интересовались. Еврейский вопрос будет решен в Советской России, а Палестиной пусть занимается Коминтерн. Всякое напоминание о существовании в стране сионистов вызывало у руководителей страны удивление. 13 февраля 24-го года еврейское телеграфное агентство передало короткое сообщение из Москвы. Изгнание евреев из Москвы приостановлено. Благодаря жалобе, посланной на имя вице-президента Совета народных комиссаров Льва Каменева и других членов правительства, массовое изгнание так называемых нежелательных элементов, почти все евреи, из Москвы приостановлено. Еврейская община в Москве и Еврейский общественный комитет помощи подали об этом меморандум правительству, на который последнее ответило заверением, что с сего времени каждое выселение в отдельности будет предварительно основательно обследовано. Это сообщение прочитали в Центральном бюро еврейских секций при ЦК, перевели на русский язык и ознакомили с ним высшее руководство страны, подробнее СМ, журнал Источник, 41994. Интерес к этой проблеме проявил председатель АКПУ Феликс Идмундович Дзержинский. Это его подчиненные высылали из столицы социально-паразитический элемент, то есть людей из прошлой жизни, непролетарского происхождения. Феликс Идмундович отправил возмущенную записку своему первому заместителю по АКПУ и одновременно начальнику секретно-оперативного управления Вячеславу Рудольфовичу Минжинскому. Я думаю, такой телеграммы так им спускать нельзя. Что это за европтел? Агентство? Не считаете ли, что было бы полезно возобновить высылку накипи и дать в известиях подробный отчет о высылаемых, за что, с подразделением на национальности и с образным описанием их проделок? Что это за еврейский общественный комитет? Как реагировать на эту мерзость? Может быть, передать весь материал Евсекции для использования против сионистов? В аппарате госбезопасности сионистами ведало 4Е отделение секретного отдела, входившего в секретно-политическое управление. Кроме того, 4Е отделение занималось еще и кадетами, монархистами, черносотенцами и бывшими жандармами. Начальником отделения был Яков Михайлович Генкин, начинавший до революции в Екатеринославе под мастерьем в слесарно-водопроводных мастерских. Потом он нашел место жестянщика-паяльщика на консервном заводе в Ставрополе. После революции он стал председателем Херсонского губкома, в 19-м году ушел в подполье, когда Красная Армия оставила город. В 20-м его взяли в ВЧК. Через два года Генкина постигло несчастье. Во время командировки в Тамбов он заболел ТИФом, тяжелые осложнения закончилась ампутацией ноги. Но он продолжал служить в госбезопасности. По просьбе председателя АКПУ в 4М отделении секретного отдела подобрали материалы о российских сионистах. Они произвели над Дзержинского неожиданное впечатление. Своим заместителем Минжинскому и Ягоде он писал, просмотрел сионистские материалы. Признаться, точно не пойму, зачем их преследовать по линии их сионистской принадлежности. Большая часть их нападок на нас опирается на преследование их нами. Они преследуемые, в тысячу раз опаснее для нас, чем непреследуемые и развивающие свою сионистскую деятельность среди еврейской мелкой и крупной спекулирующей буржуазии и интеллигенции. Их партийная работа поэтому для нас вовсе не опасна. Рабочие, доподлинные, за ними не пойдут, а их крики, связанные с арестами их, долетят до банкиров и евреев всех стран и навредят нам немало. Программа сионистов нам не опасна, наоборот, считаю ее полезной. Я когда-то был ассимилятором, но это детская болезнь. Мы должны ассимилировать только самый незначительный процент, хватит. Остальные должны быть сионистами, и мы им не должны мешать, под условием не вмешиваться в политику нашу. Ругать и в секции разрешить, тоже и в секции. Зато нещадно бить и наказывать спекулянтов, накипь и всех нарушающих наш закон. Пойти таки сионистам навстречу и стараться давать не им должности, а считающим ИСССР, а не Палестину своей родиной. Прежде Дзержинский выступал против требования большевиков о праве наций на самоопределение. Феликс Идмундович был искренним интернационалистом и говорил, национальный гнет может быть уничтожен только при полной демократизации государства, борьбой за социализм. Он был яростным противником даже польских националистов, которые мечтали о самостоятельном государстве. Выступая против отделения Польши от революционной России, Дзержинский утверждал. У нас будет одна братская семья народов, без распри и раздоров. Под влиянием Ленина он изменил свои взгляды и теперь считал неумным мешать тем евреям, которые мечтают о своем государстве в Палестине. Через год Феликс Идмундович вернулся к этой теме и написал еще одну записку Менжинскому. Правильно ли, что мы преследуем сионистов? Я думаю, что это политическая ошибка. Еврейские меньшевики, то есть работающие среди еврейства, нам не опасны. Наоборот, это не создает рекламы меньшевизму. Надо пересмотреть нашу тактику. Она неправильна. Через месяц секретный отдел представил Дзержинскому справку о репрессиях в отношении сионистов. Ее подписали Генкин и начальник секретного отдела Акпу Терентий Дмитриевич Дерибас, которого ждала большая карьера в госбезопасности и расстрел. Весной 25-го в тюрьмах сидело 34 сиониста, еще 15 были отправлены на три года в концлагеря. В ссылке находилось 124 человека. За границу, докладывали председателю Акпу Дерибас и Генкин, выслан и разрешен выезд взамен ссылке всего 152 чел. В этом вопросе мы придерживаемся следующей тактики. Наиболее активный элемент – члены ЦИК, губкомов. У кого найдены серьезные материалы в виде антисоветских листовок, воззваний, типографий, в Палестину не выпускаем. Менее активный элемент в Палестину выпускается. Тактика эта основана на опыте борьбы с сионистами. Когда до конца 1924 г., мы преимущественно высылали в Палестину, это явилось серьезным стимулом для усиления нелегальной работы сионистов, так как каждый был уверен, что за свою антисоветскую деятельность он получит возможность поехать на общественный счет сионистских и общественных организаций в Палестину, а не расплачиваться за совершенные им преступления. Феликс Дзержинский остался при своем мнении. Прочитав справку, вновь адресовался к Менжинскому. «Все-таки думаю, столь широкие преследования сионистов, особенно в приграничных областях, не приносят нам пользы ни в Польше, ни в Америке. Мне кажется, необходимо повлиять на сионистов, чтобы они отказались от своей контрреволюционной работы по отношению к советской власти. Ведь мы принципиально могли бы быть друзьями сионистов. Надо этот вопрос изучить и поставить в Политбюро. Сионисты имеют большое влияние и в Польше, и в Америке. Зачем их иметь себе врагами? Через год, в июле 1926 года, Дзержинский, тяжелый сердечник, скоропостижно скончался после выступления на плену Мицека. Отношение карательных органов к сионистам осталось прежним и их числили среди противников советской власти. Еврейская коммунистическая рабочая партия «Поалейца ООН», рабочая сиона, рассматривалась на Лубянке как враждебная организация, хотя ничего антисоветского в ее деятельности невозможно было найти и запрещать ее было ни за что. «Поалейца ООН» возникла в начале 20-го столетия в Минске, потом ее организации появились в других странах, в том числе и в Палестине. В 19-м году партия раскололась, появилась еще и еврейская коммунистическая партия «Поалейца ООН». В июне 22-го года исполком Коминтерна обратился к «Поалейца ООН» с призывом отказаться от своей программы и вступить в Коминтерн. Новая партия прислушалась к мнению исполкома. В декабре 22-го она объявила о самороспуске и призвала всех членов партии вступить в РКП. Правда, часть руководителей партии не подчинились общему решению и пытались сохранить партию. 4-го декабря 24-го по записке АКПУ было принято постановление Политбюро. Ввиду того, что ЕКП «Поалейца ООН» сама распадается, считать нецелесообразным ее ликвидацией мерами КПУ, но и не допустить ее регистрации в НКВД. А основная партия действовала еще несколько лет на законных основаниях. Она пыталась вступить в Коминтерн на правах самостоятельной секции, но безуспешно. Активистов «Поалейца ООН» постепенно арестовывали, хотя в партию входила еврейская молодежь абсолютно коммунистических, большевистских вглядов, преданные советской власти. 24-го мая 28-го года Политбюро утвердило решение Аркбюро ЦК, принятое тремя днями ранее. Согласиться с решением ЦК о необходимости ликвидации легально существующей партии ЕКП «Поалейца ООН». В ночь на 26-й июня по всей стране были взяты все, кто еще принадлежал к партии. «Поалейца ООН» прекратила свое существование. К лояльным евреям, как и ко всем национальным меньшинствам, в первые годы после революции власть относилась более чем доброжелательно. Советская Россия была первым государством, где боролись против антисемитизма и где антисемитов наказывали. Правда, продлилось это недолго. Евреи создавали театры, газеты и школы, где говорили, писали и учили на идиш. Появились еврейские колхозы и еврейские национальные районы. В 28-м году приняли решение создать еврейскую область на Дальнем Востоке, Биробиджан. Еврейские общины других стран давали деньги на развитие Биробиджана. Туда перебралось некоторое количество евреев из других стран, вдохновленных идеей свободной жизни на своей земле. Поехали даже из Палестины, где среди евреев царили упадочнические настроения, англичане по существу отказались от своих обещаний. На одном из заседаний Политбюро в 28-м году постановили разрешить переселение из Палестины 75 евреев-земледельцев, поручив Народному комиссариату земледелия вести об этом переговоры с представителем ЦК Коммунистической партии Палестины в благожелательном духе. С тем, однако, чтобы от нас на это не требовалось никаких ассигнований. Евреи были готовы ехать хоть за 3-9 земель, чтобы обрести возможность работать на земле и чувствовать себя полноценными людьми, которых окружающие воспринимают как равных. Левый публицист Торте Хеллер в книге «Гибель еврейства». Еврейский вопрос, его критика и его решение, вышедший в Вене в 32-м году, восторженно писал. Евреи уходят в тайгу. Если вы спросите у них о Палестине, они рассмеются. Мечты о Палестине давно успеют кануть в историю к тому времени, когда в Биробиджане появятся автомобили, железные дороги и теплоходы, когда задымят трубы гигантских заводов. В будущем году в Иерусалиме история давно дала ответ на этот вопрос. Еврейские пролетарии, голодающие ремесленники Восточной Европы ставят теперь иной вопрос. На следующий год в социалистическом обществе. Что такое Иерусалим для еврейского пролетариата? В будущем году в Иерусалиме, в будущем году в Крыму, в будущем году в Биробиджане. Но эксперимент не получился, место было выбрано неподходящее, мало пригодное для развития, да и евреев ничего не связывало с берегами Амура. Советская разведка в какой-то момент заинтересовалась Палестиной. А нельзя ли и здесь поднять революцию? В конце 23-го года в Палестину по линии иностранного отдела, внешняя разведка, АКПУ командировали знаменитого чекиста Якова Серебринского. До революции он был эсером-максималистом и начал свою карьеру со участием в убийстве начальника минской тюрьмы. Он получил орден Красного Знамени за похищение лидера русской военной эмиграции, бывшего генерала Белой армии Александра Кутепова в Париже. А потом возглавлял спецгруппу при Наркоме внутренних дел, диверсии и террор за границей. Яков Серебринский пробыл в Палестине два года и, разочарованный, вернулся домой. Революция в Палестине, которая казалась сонным и неразвитым местечком, была отложена до лучших времен, вернее, до появления там достаточного количества революционного материала. Ближний Восток входил в сферу интересов Восточного отдела АКПУ, которым руководил Ян Христофорович Питерс. Потом этим регионом ведал Стелиан Дмитриевич Триан Дофилов, служивший в ВЧК с 21-го года. После него Восточным сектором иностранного отдела АКПУ руководил Георгий Сергеевич Агабиков, первый советский разведчик, бежавший на запад в 30-м году. Палестиной занимался Эфраим Соломонович Гальденштейн, врач по специальности. Он был резидентом в Анкаре и пытался работать в среде палестинских коммунистов. По словам Агабикова, в Москву приезжали сионисты, которые просили оружие для борьбы с англичанами. Но в АКПУ решили, что они английские агенты, и переговоры прервались. В Центральном аппарате разведки палестинскими делами ведал Моисей Маркович Аксельрот, известный арабист. Он окончил юридический факультет Московского университета и арабское отделение Института Востоковедения, работал в Саудовской Аравии. Аксельрот рассказывал Агабикову. В Египте мы, получая копии донесений английского верховного комиссара в Каире, всегда в курсе тамошних событий. О Палестине мы имеем сведения из тех же английских источников, о Сирии черпаем данные из докладов французского военного Акташе в Константинополе. В Сирии и Палестине только недавно взялись за организацию нашей агентуры. Блюмкин вот уже шесть месяцев как объезжает эти страны. Он уже кое-кого завербовал, но сведений от них пока не поступало. В октябре 28 года нелегальным резидентом иностранного отдела АКПУ в Константинополь отправили Якова Григорьевича Блюмкина, того самого, который 6 июля 18 года убил германского посланника при правительстве Советской России графа Вильгельма Мирбаха. Легальным резидентом в Константинополе, работавшим под крышей советского полпредства, был Яков Григорьевич Минский, много лет служивший в разведке. Через турецкую резидентуру прошел еще известный боевик Наум Леонид Исаакович Эйтингон, дослужившийся до генерал-майора и арестованный в 51 году по обвинению в принадлежности к сионистской организации в Министерстве государственной безопасности. Но среди всех выделяют обычно Блюмкина, как самую известную фигуру. 6 июля 18 года в 2 часа дня сотрудники ВЧК Яков Блюмкин и Николай Андреев, он был фотографом отдела по борьбе с контрреволюцией, прибыли в германское посольство. Они предъявили мандат, на котором была подпись Дзержинского и печать ВЧК, и потребовали встречи с послом Мирбахом. Немецкий посол принял их в малой гостиной. Я беседовал с ним, смотрел ему в глаза, рассказывал потом Блюмкин и говорил себе, я должен убить этого человека. В моем портфеле среди бумаг лежал Браунинг. Получите, сказал я, вот бумаги, и выстрелил в упор. Раненый Мирбах побежал через Большую гостиную, его секретарь рухнул за кресло. В Большой гостиной Мирбах упал, и тогда я бросил гранату на мраморный пол. Это было сигналом к вооруженному восстанию левых социалистов-революционеров. Эсеры, которые были единственными политическими союзниками большевиков, возмущались подписанием мира с Германией. Подпись Дзержинского на мандате, который Блюмкин предъявил в посольстве, была поддельной, а печать подлинной. Ее приложил к мандату заместитель председателя ВЧК Вячеслав Александрович Александрович, настоящая фамилия, Дмитриевский, партийный псевдоним Пьер Оранж, левый эсер, которого уважали за порядочность и честность. В ВЧК Вячеслав Александрович руководил отделом по борьбе с преступлениями по должности. Он был бескорыстным человеком, мечтал о мировой революции и всеобщем благе. Он был пружиной мятежа левых эсеров и убийства Мирбаха. Дзержинский объяснял на допросе. Александрович был введен в комиссию в декабре месяце прошлого года по категорическому требованию эсеров. У него хранилась большая печать, которая была приложена к подложному удостоверению от моего якобы имени, при помощи которого Блюмкин и Андреев совершили убийство. Блюмкин был принят в комиссию по рекомендации ЦК левых эсеров. В 17 лет, после февральской революции, Яков Блюмкин присоединился к левым эсерам. Через год, в июне 18 года, его утвердили начальником отделения ВЧК по противодействию германскому шпионажу. Он начал очень активно действовать, но ему как эсеру не доверяли, и меньше чем через месяц отделение ликвидировали. Блюмкин остался без работы. Блюмкин так объяснил причины теракта. «Я противник сепаратного мира с Германией и думаю, что мы обязаны сорвать этот постыдный для России мир. Но кроме общих и принципиальных моих, как социалиста, побуждений на этот акт толкают меня и другие побуждения. Черносотенцы-антисемиты, многие из которых германофилы, с начала войны обвиняли евреев в германофильстве, сейчас возлагают на евреев ответственность за большевистскую политику и сепаратный мир с немцами. Поэтому протест еврея против предательства России и союзников большевиками в Брест-Литовске представляет особое значение. «Я как еврей и социалист беру на себя свершение акта, являющегося этим протестом». Подавив мятеж левых эсеров, Александровича и еще двенадцать человек под горячую руку расстреляли. Блюмкин и Андреев бежали на Украину. Андреев заболел сапным тифом и умер. Блюмкин принимал участие в неудачной попытке убить Гетмана Скоропадского. Революционный трибунал приговорил его к трем годам лишения свободы. Весной 19-го он пришел с повинной в ВЧК. 19 мая Президиум в ЦИК реабилитировал Блюмкина. Он служил на Южном фронте, учился в военной академии РКК и работал в секретариате наркома по военным и морским делам Троцкого. В 23-м его взяли в иностранный отдел АКПУ. У него было множество друзей в литературных кругах, среди работников Коминтерна, которые им искренне восхищались. Я знал и любил Якова Григорьевича Блюмкина, писал агент Коминтерна Виктор Серж, Виктор Львович Кебальчич. Высокий, костистый, мужественный, с гордым профилем древнеизраильского воина, он занимал тогда соседний с Чечериным ледяной номер в гостинице «Метрополь». Он готовился отправиться на восток для выполнения тайных заданий. Вокруг его работы в Константинополе ходит множество слухов, но резидентом внешней разведки Блюмкин пробыл всего год. Много сделать он не успел. По словам Агабикова, в Палестине у него был всего один вера Блюмкина закончилась, когда в Константинополе он тайно встретился с высланным из страны Троцким, согласился отвезти в Москву письма и повидать прежних сторонников Льва Давидовича. Приехав в Москву после долгого отсутствия, он не понимал сути происшедших в стране перемен. Для него Троцкий и его соратники были недавними руководителями партии, которые разошлись во мнениях с большинством, но не стали от этого врагами. За свою наивность Блюмкин был жестоко наказан. Он стал рассказывать близким людям о беседе с Троцким, в том числе, сотрудницы иностранного отдела Елизавете Юлевне Горской. На следующий день она информировала начальство. Во время следующей встречи с Горской на улице возле Казанского вокзала 15 октября 29 года Блюмкина арестовали. Сталин обошелся без суда. 5 ноября Политбюро приняло решение а поставить на вид АКПУ, что оно не сумело в свое время открыть и ликвидировать изменническую антисоветскую работу Блюмкина. б Блюмкина арестовать, в поручить АКПУ установить точно характер поведения Горской. Встреча с Троцким была признана преступлением куда более опасным, чем убийство германского посла. Елизавете Горской эта история не повредила. Напротив, в АКПУ высоко оценили ее поведение. Ее первый муж, чью фамилию она носила, служил в лондонской резидентуре. Во второй раз она вышла замуж тоже за сотрудника госбезопасности Василия Михайловича Зарубина, дослужившегося до генеральских погон. Заодно сменили руководство Восточным отделом внешней разведки. 31 октября освободили от должности Яна Питерса. 6 ноября отдел возглавил Таричан Михайлович Дьяков. Меньше чем через год, 10 сентября 30-го, Восточный отдел расформировали и влили в состав особого отдела АКПУ с задачей контрразведывательной работы. Вся разведка сосредоточилась в иностранном отделе. 5 февраля 30-го года Политбюро приняло первое развернутое постановление о работе иностранного отдела АКПУ, обозначив главные направления работы советской разведки. Ближний Восток в этом перечне отсутствовал. 26 мая 34-го года Политбюро приняло подробные постановления о работе военной разведки. Работу на Ближнем Востоке тоже не включили в перечень главных направлений работы 4 Управления Красной Армии. Некоторые члены Хаганы, подпольные боевые отряды, из которых впоследствии родилась армия обороны Израиля, ездили в Москву и возвращались назад убежденными коммунистами. Но в целом организация не подпала под контроль Коминтерна, хотя многие палестинские евреи придерживались социалистических идей. Члены Хаганы либо работали в похожих на колхозы сельскохозяйственных кооперативах, кибуцах, либо состояли в левых профсоюзах Гестадруте, Всеобщей Федерации Труда. Кибуц – это поселения, основанные на коммунистическом принципе от каждого по способностям, каждому по потребностям. Молодые евреи из России, Польши, Румынии обильно удобряли скудную палестинскую землю своим потом и кровью. Никогда еще люди не пытались построить счастливое общество на земле такой огромной ценой и с таким самопожертвованием. В августе 23-го года съездил в Москву и будущий первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион. Делегация Гестадрута представляла палестинских трудящихся на всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке. Сохранилось удостоверение, выданное ему исполкомом Объединенной Еврейской Трудовой Федерации Палестины. Настоящим удостоверяем, что ГГД Бен-Гурион – главный секретарь Объединенной Еврейской Трудовой Федерации Палестины, Имеер Рудберг, директор Центрального Потребительского Кооператива «Гомашбир», делегируются нами принять участие в Московской сельскохозяйственной выставке и действовать как представители Объединенной Федерации «Гомашбир», Рабочего Банка и других учреждений Федерации, вести переговоры с правительством и коммерческими учреждениями относительно возобновления торговых и коммерческих отношений между Палестиной и Россией и учредить в случае необходимости русско-палестинскую торговую компанию. Бен-Гурион и его товарищи привезли в Москву консервированные фрукты, табак, бананы, оливковое масло, листовой табак, вино, миндаль, лимоны и апельсины, подробнее СМ. Источник 1.1993. Делегация составила для иностранного отдела главного выставочного комитета справку по истории торговых отношений между Россией и Палестиной, в которой отмечала, что Палестина может стать для России выгодным рынком сбыта промышленных товаров и строительных материалов. В политике Бен-Гурион был успешнее, чем в торговле. К заключению контрактов поездка не привела, но политические впечатления оставила сильные. Взгляды молодого Давида Бен-Гуриона представляли экзотическую смесь социализма и идеалистического сионизма. Необходимо не только организовать рабочий класс, но и воспитать его и закрепить в Палестине, говорил будущий премьер-министр Израиля. Он восхищался Лениным и верил, что коммунизм гарантирует евреев от антисемитизма. Ему еще предстояло пережить горькое разочарование в советской политике относительно Израиля и евреев. Даже в Коминтерне не особенно интересовались Палестиной, поскольку особой надежды на подъем там революционного движения никто не питал. 5 июля 2020 года так называемое Малое бюро исполкома коммунистического интернационала поручило Елене Дмитриевне Стасовой, недавнему секретарю ЦК партии, организовать Ближневосточное бюро. Малое бюро было руководящим органом Коминтерна, председателем которого был Григорий Евсеевич Зиновьев, член политбюро и один из самых близких к Ленину людей. Ближневосточное бюро, не успев поработать, было упразднено вторым конгрессом Коминтерна. В январе 21 года в Центральном аппарате исполкома Коминтерна создали отдел Ближнего Востока, потом преобразовали в Восточный сектор. Заведовал сектором Георгий Иванович Сафаров, чьи познания в Восточных делах очень ценили. Когда в начале 30-х политбюро озаботилась подготовкой учебника новой истории колониальных или полуколониальных народов, сейчас бы сказали, народов Азии, Африки и Латинской Америки, то руководить бригадой поручили Карлу Радеку, в недавнем прошлом члену ЦК и исполкома Коминтерна. Ознакомившись с трудами ученых, Радек написал в сентябре 34 года письмо Сталину. Если вы настаиваете на установленном сроке, то есть чтобы до июня будущего года книга была готова, то единственный выход, чтобы ее писали только два человека, Сафаров и я. Я знаю, что про Сафарова многие товарищи высказывают сомнения. Но я думаю, что эти сомнения более относятся к его склонности к тактическим недолетам или перелетам. Что касается знакомства с литературой по истории Японии, Китая и Индии, он стоит выше всех других наших людей. Георгий Сафаров был близок к Зиновьеву. В 22-м году он одновременно был назначен редактором ленинградской «Правда» и мало занимался коминтерновскими делами. После отстранения Зиновьева от власти Сафаров тоже потерял должность и был отправлен секретарем полпредства в Китай, затем в Турцию. В 29-м его вернули в аппарат исполкома Коминтерна, где он работал до ареста в декабре 34-го. В мае 23-го восточный отдел возглавил Радик. Меньше чем через месяц, в начале марта 24-го года, его сменил недавний заместитель наркома по морским делам и полпред в Афганистане Федор Федорович Раскольников, который пользовался псевдонимом Ф. Петров. В марте 26-го года, в рамках очередной реорганизации, образовали секретариат для Ближнего и Дальнего Востока. В 28-м году восточный лендерсекретариат, как теперь назывался региональный отдел, вместо Раскольникова возглавил Отто Вильгельмович Кусинин, чуть ли не единственный видный коминтерновец, которому суждено было уцелеть. Он оставался на руководящей работе и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе. Известен тем, что приметил и выдвинул Юрия Владимировича Андропова. Но коминтерновские востоковеды интересовались в основном Китаем, Японией, Индией, на Среднем Востоке, Ираном, Афганистаном и Турцией. За тем, что происходило на Ближнем Востоке наблюдали, и не очень пристально, из Турции. Еще 8 августа 2020 года в аппарате коминтерно образовали секретный отдел, он же отдел международной связи. Задача отдела – поддерживать нелегальные отношения с иностранными компартиями, передавать им указания, литературу, деньги, оружие и переправлять за рубеж партийных функционеров. При отделе существовала курьерская служба. Отдел снабжал своих людей фальшивыми паспортами, снимал для них конспиративные квартиры. По существу это была еще одна спецслужба с большими возможностями и хорошим бюджетом. Отдел тесно сотрудничал с политической и военной разведками. Пункт связи на Ближнем Востоке устроили в Константинополе. Заведовал отделом со 2 мая 21 года Иосиф Осип Аронович Пятницкий. В 1919 году была основана Социалистическая рабочая партия Палестины, через два года ее переименовали в Коммунистическую. Возглавил нелегально существовавшую партию Иосиф Бергер, он действовал под фамилией Борзилой. Он родился в Кракове, в 1920 году перебрался в Палестину, где нашел место рабочего на строительстве дороги. Бергер несколько раз приезжал в Москву, в 1929 году с ним беседовал сам Сталин. По указанию Москвы Бергер пытался проводить арабизацию партии. В 1932 году его отозвали в Москву. Он работал в Коминтерне. В 1935 его арестовали. Приговорили к смертной казни, но не расстреляли. Бергер, Борзилой, отсидел в советских лагерях 21 год. В 1956 его реабилитировали. Ему разрешили уехать в Польшу, поскольку родился он в Кракове. Через год он попросил разрешения выехать в Израиль. 22 июня 1957 года генеральный секретарь ЦК Израильской компартии Микунис пришел к советскому послу в Тель-Авиве Абрамову с просьбой повлиять на поляков, чтобы они не выпускали Бергера. К Советскому Союзу, втолковывал Микунис послу, Борзилой относится враждебно. Он требует, чтобы на открытии съезда компартии была почтена память погибших от рук советских фашистов. Приезд этого человека ничего кроме вреда не принесет. Боевой работой в компартии занимался Иерахмиэль Лукачер, родившийся в Ташкенте. В Первую мировую он служил в турецкой армии. Его подпольная деятельность началась с того, что он в 23-м году убил турецкого полицейского Туфигбия, виновного в еврейском погроме. Он уехал в Германию, где присоединился к коммунистам. Вернувшись в Палестину, Лукачер вступил в компартию и создал курсы для подпольной военной школы еврейских поселенцев. В 31-м году его выслали в Советский Союз и следы его затерялись. В Палестине работали также Адольф Краус и Константин Вайс Авигдар, вместе с группой евреев, приехавших из Советского Союза. Первоначальная задача состояла в том, чтобы создать группу сторонников Советского Союза. Одновременно они формировали и вполне успешно коммунистическое движение в соседнем Египте. Авигдар некоторое время был руководителем египетской компартии. Впрочем, арабы-коммунисты считали евреев пришлыми людьми и скоро от них избавились. Некоторые египетские коммунисты стали впоследствии поклонниками Гитлера, поскольку они воевал против англичан и уничтожал евреев. И сэм, монографию профессора Григория Касача «Красный флаг над Ближним Востоком», евреи-коммунисты рассматривали трудящихся арабов как союзников по классовой борьбе. Но арабов классовые чувства не интересовали. Они участвовали в еврейских погромах на территории Палестины. Поэтому среди евреев, придерживавшихся левых взглядов, сформировался пролетарский сионизм. Они продолжали верить в коммунизм, но видели, что могут рассчитывать только на самих себя. Представители партии Поалейцион стремились к тесным отношениям с Коминтерном. Они приезжали на конгрессы Коминтерна, выступали. Но их позиция подвергалась жесткой критике. За то, что поалейционисты отделили борьбу еврейского пролетариата от борьбы арабского большинства. Коминтерн требовал решительно отказаться от сионизма и не признавал Поалейцион как организацию социалистически ориентированного еврейского пролетариата всего мира. В тезисах два конгресса Коминтерна по национальному и колониальному вопросу говорилось. Сионизм под видом создания еврейского государства в Палестине отдает в жертву английской эксплуатации арабское трудящееся население Палестины. Зато арабское национальное движение признавалось прогрессивным, поскольку в основном состояло из крестьян. СМ, книгу Г, косача красный флаг над Ближним Востоком, коммунисты выделились из Поалейцион и создали собственную партию. Генеральным секретарем ЦК Палестинской компартии стал Вольф Авербух. В Первую мировую он служил в русской армии. С 22 года жил в Палестине. Авербух, первый еврей-коммунист, который пытался сотрудничать с арабами. Первоначально в Палестинской компартии арабов не было, первого араба приняли в 25 году. Палестинские коммунисты сразу же призвали арабских рабочих действовать сообща. Еврейский рабочий, солдат революции, говорилось в одной из листовок, протягивает вам руку как ваш союзник по борьбе против английских, еврейских и арабских финансистов. Его судьба и ваша едины. Но попытки создать единый фронт арабского и еврейского рабочего класса не увенчались успехом. Арабские трудящиеся массы, писал ставший одним из руководителей Палестинской компартии Махмуд Алетраш, не могли доверять людям, которых звали Хайм, Авраам и Ицхак. Они не могли идти вперед под их руководством, даже если эти люди были лучшими борцами за национальную независимость. Для арабских масс они принадлежали к национальному меньшинству, которому империализм предоставил необъятные привилегии за счет арабских народов. Махмуд Алетраш три года учился в Москве, в Коммунистическом университете Трудящихся Востока, после чего его ввели в состав ЦК Палестинской компартии. А будущий генеральный секретарь компартии Редван Аль-Хилуи вовсе вступил в партию, чтобы сделать ее инструментом борьбы с сионизмом. Он с недоверием относился к евреям-коммунистам и настаивал на том, что руководить партией должны арабы. Такого же мнения придерживались в исполкоме Коминтерна в Москве. Евреев постепенно вытесняли из руководства Палестинской компартии. 16 октября 29 года политсекретариат исполкома Коминтерна принял постановление о повстанческом движении в Арабистане. Антиеврейские волнения в Палестине, когда арабы убивали евреев, в Коминтерне оценили как начало буржуазно-демократической революции, как великое освободительное движение арабского народа. От Палестинской компартии требовали ускоренной арабизации и сотрудничества с арабскими националистами. Указание было выполнено. Осенью 35 года ЦК Палестинской компартии принял обращение за союз всех арабов и их друзей против империализма. ЦК предлагал развернуть борьбу за ликвидацию сионизма, прекращение еврейской иммиграции и разоружение всех сионистов. Приезд в Палестину евреев рассматривался как империалистический заговор, цель которого – создать в этом важном в стратегическом отношении районе мирореакционный антисоветский фронт. Вслед за этим палестинские коммунисты-арабы установили контакты с иерусалимским муфтием Амином Аль-Хусейне, который ненавидел евреев и со временем вступил в союз с Гитлером. Совместная работа евреев и арабов внутри партии стала невозможной. Еще один руководитель компартии Нахум Лещинский родился в Кривом Роге. Как и Бергер он жил в Палестине с 22-го года. Лещинский перешел на работу в восточный отдел исполкома Коминтерна. В 29-м году он попросил восстановить его в советском гражданстве. Вольфа Авербуха в 30-м году британские власти выслали в Советскую Россию, где он и погиб в годы репрессий. Филби-старший, Филби-младший и ваххабиты – многие занимавшиеся Палестиной. Английские политики, дипломаты, военные и разведчики были агрессивными противниками сионизма. Среди них заметное место занимал сэр Джон Филби-старший, отец знаменитого советского разведчика. Джон Филби сыграл важную, хотя и мало кому известную роль в истории Ближнего Востока. Он был одним из создателей Саудовской Аравии. Филби родился на Цейлоне, ныне Шри-Ланка, работал в британской колониальной администрации в Индии. Карьера у него не заладилась, и он с удовольствием принял предложение перебраться в Багдад. Он прибыл туда в разгар Первой мировой войны в 915 году. В Багдаде Филби открыл для себя мир шпионажа. В паутине интриг он чувствовал себя, как рыба в воде. Он хорошо владел арабским языком и часто переодевался в одежды бедуина. Как кто-то пошутил, его европейское происхождение выдавало только одно – его ноги были недостаточно грязными. Джон Филби, выдавая себя за араба, даже побывал в Баку на Первом съезде народов Востока в сентябре 1920 года, где было 2000 делегатов из 30 стран. Филби старший был неординарной личностью. Недруги рассказывали о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Вернее, утверждали они, в постели мужчины интересовали его не меньше, чем женщины. Историки разведки пишут, что, если американские спецслужбы боялись гомосексуалистов, как огня, не доверяли им, потому что их могут шантажировать, то британская разведка, напротив, охотно принимала таких людей. Это придавало британской разведке дух закрытого мужского клуба, только для своих. Англичане и французы поделили арабский мир на сферы влияния. Филби это не понравилось. Он был сторонником предоставления арабам полной независимости. Еще большее недовольство у него вызвала декларация Бальфура. Он считал, что Англия не стоит ссориться с арабами ради малочисленных палестинских евреев. У англичан в Аравии был надежный союзник, хранитель святых мест в Мекке и Медине, куда стекаются паломники со всего мусульманского мира, шериф Хусейн Ибнали. Он принадлежал к династии хашемитов. Хашемиты – потомки Хашема, происходившего из рода, к которому принадлежал пророк Мухаммад. В Первую мировую войну Хусейн с помощью британской разведки поднял мятеж против турецкого владычества. В знак благодарности англичане разрешили ему в 16-м году превратить провинцию Хиджас, где когда-то зародился ислам, в самостоятельное королевство. Пока шериф Хусейн сражался с турками в союзе с англичанами, против него выступил глава секты ваххабитов Ибн Саутапталя Зизи Эмир Ниджда. Выполняя приказ, поступивший из Лондона, осенью 17-го года Филби отправился к Ибн Сауду, чтобы призвать его к порядку. Но Филби не выполнил приказ. Он вступил в союз с Ибн Саудом, и эта дружба имела серьезные политические последствия. Со временем Филби помог Ибн Сауду стать королем Саудовской Аравии. В 21-м году Филби был назначен резидентом британской разведки в Аммане, столице только что созданного Эмирата Трансиордания. Эмиром был Абдаллах, сын шерифа Хусейна. Он сам создал себе небольшое государство, население которого составляло всего 230 тысяч человек. Филби помог лидеру ваххабитов Ибн Сауду в борьбе против шерифа Хусейна, придерживавшегося куда более умеренных политических и религиозных взглядов. Ибн Сауд, опираясь на бедуинские отряды, победил в этой борьбе. В 25-м году его войска захватили Мекку и Медину. В 27-м Ибн Сауд провозгласил себя королем государства Хиджас, нет шты при Соединенной области. С 32-го года это королевство Саудовской Аравии, где ваххабитский вариант ислама стал официальной религией. Ваххабизм – это религиозно-политическое течение в суннитском исламе. Оно возникло в Аравии в середине 18-го века на основе учения Мухаммада Абталь-Ваххаба. Он говорил о том, что мусульмане отошли от принципов, установленных Аллахом, польстившись на ненужные новшества. Необходимо очистить ислам, вернуться к его изначальным установлениям. Ваххабиты – очень набожные люди, ощущают себя гонимым меньшинством. Уже ранних ваххабитов отличали крайний фанатизм в вопросах веры и экстремизм в борьбе со своими политическими противниками. Ваххабиты призвали к священной войне против мусульман, отступивших от принципов раннего ислама. Христиан и иудеев они считают поклонниками ложных верований. Тот, кто не принимает ислам, является врагом Аллаха и всех правоверных. В наши дни ваххабизм проник на Северный Кавказ, когда российским мусульманам разрешили совершать хаджи и они стали ездить в Саудовскую Аравию. Потом саудиты сами стали приезжать на Северный Кавказ. Они привозили с собой деньги на строительство мечети и вооружили один из боевых отрядов, который участвовал в Чеченской войне. Ваххабизм превратился в знамя радикалов на Российском Северном Кавказе. Филби-старший стал советником короля Ибн Сауда по финансовым вопросам. В 45 лет он перешел в ислам, принял имя Абдалла, сделал себе обрезание и, по специальному распоряжению Ибн Сауда, получил право иметь четырех жен. Очевидцы утверждают, что нравы при дворе короля вполне соответствовали вкусам Филби, получившего возможность вместе со своими новыми друзьями развлекаться в приятной компании наложниц. На Ближнем Востоке Филби установил партнерские отношения с Алленом Даллесом, будущим директором ЦРУ. Даллесы были одной из самых влиятельных в Америке семей. Дядя их по материнской линии, Роберт Лансинг, был государственным секретарем Соединенных Штатов и создал в Газдипе первое разведывательное подразделение. Джон Фостер Даллес тоже стал государственным секретарем. Аллен Даллес многие годы руководил разведкой. В 30-е годы Аллен Даллес и Джон Филби сошлись во мнениях относительно ситуации в Палестине. Филби и его коллеги-разведчики противились переселению евреев в Палестину, как и другой британский арабист Томас Эдвард Лоренц, известный больше как Лоренц Аравийский, он был сторонником создания самостоятельного арабского государства. Иначе говоря, британская разведка разошлась во взглядах с Министерством иностранных дел. Филби считал Герберта Самюэля, верховного комиссара в Палестине, своим врагом. Британские агенты сыграли свою роль в антиеврейских выступлениях арабского населения. Братья Даллеса не симпатизировали евреям. Когда их сестра влюбилась в еврея, они сделали все, чтобы разрушить их отношения. Они настолько преуспели, что ее любимый человек покончил с собой, а она превратилась в страстную поклонницу Гитлера. Когда Филби руководил резидентурой британской разведки в Трансиордании, молодой Аллен Даллес начинал свою разведывательную карьеру в Константинополе. Утверждают, что именно Филби открыл перед ним запутанный мир арабской политики и что под его влиянием Даллес пришел к выводу, что от создания еврейского государства Соединенным Штатам никакого проку не будет. Это только помешает американским нефтяным компаниям вести дела с арабскими странами. Доводы братьев Даллеса были услышаны в Вашингтоне, поэтому американская дипломатия до последнего возражала против появления Израиля на политической карте мира. В 20-е годы американская нефтяная компания Галфойл начала разработки месторождений в Бахрейне, потом перешла на более богатые нефтяные поля Кувейта. А в Бахрейне обосновалась компания Стандартойлов Калифорния. Джон Филби привел Стандартойлов Калифорния в Саудовскую Аравию, объяснив королю Ибн Сауду, что американские нефтяники наполнят королевскую казну. Для эксплуатации гигантских нефтяных полей Саудовской Аравии образовали арабо-американскую нефтяную компанию «Аромко». Филби не забыл и о себе, американские нефтяники щедро вознаградили посредника, открывшего им путь к саудовским подземным кладовым. С 1933 года Филби получал ежемесячную зарплату в 1000 долларов от американской нефтяной компании, а когда через пять лет пошла нефть, ему вручили первый крупный бонус в 25 тысяч долларов, по тем временам, очень большие деньги. Джон Филби оказался в центре интриги вокруг поставок саудовской нефти Гитлеру. Ибн Сауд обещал нацистским эмиссарам поставлять нефть через Испанию, когда там победит Франко и сбросит коммунистов в море. Но об этом узнали в Москве, через сына Филби. Ким Филби, уже завербованный советской разведкой, приехал в Испанию, в расположение войск Франко, в качестве военного корреспондента Таймс. Франкисты приняли сына Джона Филби с уважением. От отца он и узнал о нефтяных переговорах. Но Сталин вовсе не хотел, чтобы Гитлер получал ближневосточную нефть. Поэтому было сделано все, чтобы придать факт переговоров саудитов и нацистов гласности и тем самым сорвать сделку. Как только Джон Филби оказался в родной Англии, его арестовали по обвинению в контактах с врагом. Впрочем, старые связи в спецслужбах помогли ему через 4 месяца выйти на свободу. Не подозревая, что тюрьмой он обязан сыну, Джон Филби помог Киму поступить в британскую разведку. Окончательное решение зависело от заместителя начальника МИ-6 британской разведки, Валентайна Вивина, который, как и Филби-старший, прежде работал в Индии. Он пригласил отца и сына Филби пообедать. Когда Ким вышел в туалет, Вивин подружески осведомился у его отца. В Кембридже он действительно был с коммунистами, школьной шалости, отмахнулся Филби-старший. Все в прошлом. Он стал другим человеком. Валентайна Вивин взял Кима Филби в разведку. После смерти Ибн Сауда королем Саудовской Аравии стал принц Сауд, который предпочитал наслаждаться жизнью больше, чем заниматься политикой. Джон Филби страшно на него обиделся. Кончилось это тем, что через полтора года после смерти его друга короля, в апреле 55-го, Филби изгнали из страны. Его сын однажды посетил отца. «Не тогда, не позже», — вспоминал Ким Филби, «у меня не возникало ни малейшего желания последовать его примеру. Бескрайние просторы, чистое ночное небо и прочие прелести хороши лишь в небольших дозах. Провести жизнь в стране с величественной, но совсем не обаятельной природой и среди людей, лишенных и обаяния, и величественности, я считал неприемлемым. Невежество и надменность — плохая комбинация, а у жителей Саудовской Аравии и того, и другого предостаточно». Филби-отец обосновался в Беруте. В августе 56-го Ким Филби тоже появился в столице Ливана в роли корреспондента. Он потерял свой пост в разведке после бегства его друзей и соратников Гая Берджиса и Дональда Маклина в Советский Союз в 51-м году. Возможно, впервые отец и сын были вместе. Филби-старший занял сторону Насера и писал в его поддержку статьи. Ким докладывал о ситуации на Ближнем Востоке в Москву. Филби-старший помирился с саудитами и вернулся в Эр-Риад, но приезжал в Берут повидать сына. Здесь он и скончался в сентябре 60-го года.